Ахтубинск Победа у астраханцев завершился турнир по гандболу среди юниоров. Ну а теперь обо всем подробнее. Стал на год старше. Ахтубинцы отметили день рождения любимого города. Ему исполнилось 54. Празднование началось субботним утром. На мемориальном комплексе Крыло и Кара состоялось возложение цветов к памятнику погибшим летчикам. А кадеты торжественно пообещали быть верными родине и добросовестно учиться. Подробности у Надежды Яхтиной. Несмотря на не совсем праздничную погоду, жители и гостей города Ахтубинска на мемориальном комплексе Крыло и Кара собралось немало. Мероприятие традиционно началось с построения военнослужащих глиц, возложения букетов и торжественного марша. Сегодня два праздника. Это 93-я годовщина нашего государственного летного испытательного центра и день города. Для нас военный праздник глица. Это, конечно, прекрасно всегда. Мы его ждем. И в этот день я хотел бы всех ветеранов в первую очередь поздравить с этим прекрасным праздником, всех военнослужащих. Пожелать им крепкого-крепкого здоровья. Здесь же, на крыле, чуть позднее завершился крестный ход и прошла установка креста на месте постройки часовни в память о погибших летчиках. Можно сказать, чудом стало то, что как только крест установили, сквозь тучи выглянуло яркое солнце. В это же время на крыле стали выстраиваться первокурсники Ахтубинской кадетской школы. В этот день они давали торжественное обещание школе, что считается почти присягой. Для Петра Крапивина, директора летки, это 17-е построение более волнительно, чем предыдущее, ведь здесь дает обещание и его внук. Мой внук выбрал специально сородину защищать. И мне сегодня, сейчас, поверьте, пожалуйста, мне очень волнительно, я присутствовать буду там, где он будет принимать торжественное обещание. Я от всей души поздравляю своих кадетов, родителей с принятием торжественного обещания. А пока кадеты давали торжественное обещание, наша съемочная группа отправилась на площадь имени Ленина, где проходила выставка военной техники. Молодые родители с маленькими детьми прогуливались между машин. Детвора с интересом разглядывала автотехнику, а некоторые даже попробовали себя в роли водителей и экипажа. В восторге он. В прошлом году маленький был, не понимал, а в этом году ему прям нравится. Мы сюда пришли, все машины обошли, посмотрели. Здорово. Всех с праздником поздравляем, Мингорода. Здоровья всем огромного. В Доме офицеров проходила другая выставка. Посетители могли увидеть ракеты, катапультные кресла, парашюты, противоперегрузочные костюмы и многое другое. У самого памятника Ленину небольшую выставку представили гости из села Колобовка Волгоградской области. Частные коллекционеры Алексей Пугачев и Иван Алябьев привезли предметы старины 17-19 веков. В обед на стадионе Волга прошли показательные воздушные бои авиамоделей. Участниками показа стали не только конструкторы нашего города, но также гости из Волгограда, Астрахани, Черного Яра. Планируем показать обширную программу. Здесь мы сейчас покажем выступления моделей воздушного боя, модели радиобоя. Ну и будем показывать выступления пилотажных моделей. В общем, я думаю, всем будет интересно. Данный вид выступлений собрал своих зрителей. Присутствовавшие были довольны происходящим и делились впечатлениями. Очень нравится, довольна, что у нас такие мероприятия проводятся в городе. Почаще бы таких. Довольно-таки интересная была экспозиция коллекционеров, выставка моделей, техники, обслуживающие полеты. Думаю, что и вечером тоже все будет отлично. Ну а всех жителей Ахтубинска хочу поздравить с праздником нашего города с 93-й годовщиной образования Глица. Мирного неба над головой и всем здоровья. Во второй половине дня праздничные действия развернулись в Центральном городском парке. Публику развлекали детские и взрослые творческие коллективы, участники художественной самодеятельности. Чего здесь только не было. Множество нарядных, веселых гостей, огромное количество поздравлений, развлечений, забавные конкурсы для Ахтубинцев любого возраста, зажигательные песни, танцы, угощения на любой вкус. И гостям праздника удавалось везде успевать и все попробовать. Сегодня даже капризная природа решила порадовать Ахтубинцев, если не солнышком, то хотя бы отсутствием дождика. На концертной площадке городского парка культуры и отдыха звучали веселые детские голоса. Юные творческие коллективы Ахтубинска подарили городу прекрасный концерт под названием «Наш парк – территория детства». Равнодушных не было, многие так и бросились в пляс. Маленькие гости и их родители развлекали аниматоры, а специалисты по аквагриму и прическам преображали всех желающих в лесных зверьков, сказочных героев и прекрасных принцесс. Здесь же, на этой площадке, можно было освежиться коктейлем у фреш-бара и понаблюдать за процессом карвинга. Если кто не знает, что такое карвинг, вот он во всей своей красе. Чуть в стороне проводили свое шоу шеф-повара. Ароматы овощей и рыбы, запеченных на гриле, заманивали сюда проголодавшихся на свежем воздухе Ахтубинсов. Мы тоже не смогли удержаться и отведали этих произведений кулинарного искусства. Серьезную нотку в общее праздничное веселье внесли представители отдела по работе с семьей, опеки и попечительства Межрайонного центра социальной поддержки населения. Мы проводим информационную кампанию «Детей должны быть родители», которая стартовала на территории Астраханской области 30 января 2013 года. Мы рассказываем гражданам Ахтубинского района, города Ахтубинска, о детях, которые нуждаются в устройстве семью. Предлагаем календарики с фотографиями детей, чтобы каждый ребенок, который находится в детском доме, нашел своих родителей. Праздничное настроение царило везде. Особенно радовались дети, но и взрослые не отставали. Прозвучало немало поздравлений в адрес виновника торжества. Днем рождения Ахтубинска! Поздравляю всех с днем рождения нашего родного города. Пусть он становится краше, пусть он становится ярче, пусть у него рождается больше маленьких детишек, и тогда наше будущее – это будет самое замечательное и светлое будущее. Ахтубинску процветать, жить и долгие-долгие лета. Чтобы в душе у всех звучала музыка, чтобы у нас в городе процветало искусство, культура, и, конечно, чтобы нас радовали наши дети. Я желаю, чтобы в городе было очень много хороших людей, всегда царило хорошее настроение, понимание и уют. После завершения концерта гуляющие с сожалением покидали территорию детства и плавно перемещались на площадь Ленина, где начинался еще один праздничный концерт – лучший город моей мечты. Завершился вечер традиционным праздничным салютом. Свой 93-й день рождения отметила и самое крупное градообразующее предприятие – ГЛИЦ имени Чкалова. Он является старейшей научно-испытательной организацией в военно-воздушных силах, имеет славные традиции, которые бережно сохраняются и приумножаются сегодняшним поколением испытателей. Доброй традицией является и преемственность в офицерских семьях. Примеров тому немало. Честование династии военнослужащих состоялось накануне празднования годовщины ГЛИЦ. За праздничным столом собрались офицерские семьи, в которых из поколения в поколение передается самое главное богатство – это профессия защитника Отечества. В преддверии дня Государственного летно-испытательного центра виновники торжества принимали многочисленные поздравления. «Сейчас идут большие работы, и мы всегда радуемся, когда слышим, что наши самолеты летают. Летают они по многому, а значит, есть новая техника, значит, живет ГЛИЦ, значит, есть над чем работать, значит, будет город, и будем вместе с вами жить и процветать. С праздником, всего хорошего, добра, счастья, благополучия. Конечно, большое-большое вам спасибо, что вы есть. Вы есть пример тому, как нужно быть преданным служению своему Отечеству из поколения в поколение. Дай Бог вам всего хорошего. Спасибо большое». Участники встречи говорили о том, какой была служба раньше, какая она сейчас, о том, что путь военного не легок, а порой суров, но вместе с тем интересен и почетен. Потому и передают отцы свое дело детям, те внукам. Живы традиции богатырей русских, крепится мощь родной державы. «Я закончил Ревского училища в 1985 году, прибыл сюда служить на Ахтубинскую землю. В общем-то, годы были достаточно плодотворными, много было работы интересной. Ну, из 30 лет, 25 лет я здесь в Ахтубинске, именно на испытательной работе, и вот все это время занимаюсь беспилотием. Прошел путь от помощника ведущего инженера, как сегодня было сказано, и ведущим инженером был, и зам начальника отдела, и в штабе 15-150 в отделе координации испытаний, и начальником штаба первого управления был, но сейчас заместитель начальника второго научно-исследовательского испытательного управления. Хотелось, чтобы и мой сын по окончании академии попал сюда. С самого детства, примерно для подражения, для меня были дед, отец, вот мой дядя. На данный момент прохожу службу в первом унии. Борис Баханский в Ахтубинск приехал полвека назад. В 30 лет он отдал службе в ГЛИЦ. Начинал помощником ведущего инженера, закончил заместителем начальника летных испытаний истребительной авиации. По его стопам пошли сын и старший внук, ну а самый младший представитель баханских Кирилл в этом году стал первоклассником. Все домашние задания буду четко выполнять. На урок без опоздания буду утром прибегать. Кирилл, ты тоже станешь военным? Вся жизнь впереди, я не знаю. Вся наша жизнь здесь, она к этому располагает. Если человек живет вместе с родителями, то он понимает, что другого пути нет. Понимаете? Судя по тому, как работал дедушка и работал отец, и видят, сколько людей у них знакомых, друзей, коллектив воинский, дружеский. У меня сложилось мнение, что иного выбора у меня нет. Я служу в первом управлении, да. Пятый отдел, коллектив достаточно хороший. Мне нравится и работа интересная. Наше главное дело, что они нашу эстафету приняли. Я не буду его опекать. Мое главное дело, что он тут есть, а дальше пусть сам идет так, как Яша. От лейтенанта до полкови. Много добрых слов и пожеланий прозвучало в этот вечер в адрес представителей династии военных. В их числе Чаусовы, Лученко, Завидовские. Всем глава района вручил подарки. Не забыл и о ветеранах Глиц. В качестве презента каждому преподнес книжный сборник об истории Ахтубинского района. Музыкальные поздравления для офицеров и также членов их семьи подготовили лучшие творческие коллективы и вокалисты Ахтубинска. В субботу город еще спал, когда люди с ружьями вовсю бодрствовали, разместившиеся на берегах местных водоемов. Этой утренней зорьки они ждали с нетерпением. Начался сезон охоты на пернатую дичь. Нормы отстрела в этом году увеличены, так что охотники в предвкушении. Чем порадовали их эти выходные, расскажет Владислав Лихварь. Поговорка «Охота пуще неволи» неизвестно, чьими устами впервые была произнесена, но настолько точно, что сотни лет остается актуальной. Три слова четко отображают и поныне суть значения тяги мужской половины рода человеческого к древней профессии, в смысле к охоте. На дикого зверя, пернатую дичь, прошедшие выходные в нашем регионе тому подтверждение. За несколько дней на открытие охоты многие мужчины выезжали на так называемые свои озера, осматривали их на предмет наличия дичи, выставляли вешки, чтобы кто-то другой на обозначенное место не заявился. И в этот раз так было. Утки на нашем озере, где несколько лет охотились, было много. За три дня до открытия. Кажется, что может помешать удачной охоте? А нет. Не зря говорят. Человек предполагает, а Бог располагает. Выехать из города удалось только вечером. Пошел в дождь. Не без труда добрались до понтонной переправы через реку Подстюбка. Марина, дежурная на мосту, проинформировала охотников на машинах с астраханскими, волгоградскими, московскими номерами. Заехала в Положинское займище очень много. И точно, у каждого озера стояло 3-5 машин. Некоторые, как выяснили, за неделю до открытия охоты. А дождь шел всю ночь. И утром тоже. Дичи ни на воде, ни в воздухе не было видно. С рассветом стрельба была слышна на трех озерах, где было много уток лысух. С 7.30 в займище ружейные выстрелы прекратились. И по-прежнему шел дождь. Ждать у моря погода не стали. Дичь видели, стреляли, шулю готовили. А что для счастья любителям природы надо? Обратный путь домой, пороскисшие от дождя дороги, был не менее сложен. Подъезжая к селу пологое займище, в небе увидели лебединую стаю. Ведомая вожаком, она направилась на север. Это значит, зима в наши края придет еще не скоро. А потому охотничья удача у нас еще впереди. На прошлой неделе на нашем канале был показан актуальный репортаж. Речь в программе шла о наложении ареста Ахтубинским районным отделам судебных приставов на имущество, кассу и счета в банках управляющей компании «Центр». О том, как события развиваются дальше, следующий сюжет. Городская администрация так и не дала комментарий по данному факту. Ахтубинское телевидение сделало ряд попыток связаться с учредителями компании и тоже практически безрезультатно. Одним из учредителей ООО «УК Центр» является управляющая компания «Центр Плюс» в лице директора Ирины Шевченко, у которой, в свою очередь, имеется свой учредитель, астраханец Александр Полюткин. Ахтубинцам он известен как конкурсный управляющий в период банкротства «Центр жилкомхоза». После процедуры наложения ареста на имущество и счета управляющей компании «Центр» Александр Полюткин побывал в Ахтубинске и непосредственно в самой управляющей компании «Центр». Мы связались с ним по телефону с просьбой встретиться и дать свою оценку ситуации. Во встрече нам было отказано, но Александр Полюткин предложил нам переслать наши вопросы ему на e-mail. Что мы, собственно, и сделали. Вот ответ Александра Полюткина по e-mail. Все службы общества с ограниченной ответственностью УК «Центр» готовы к отопительному сезону. Технических предпосылок к срыву подачи тепла, холодной и горячей воды на сегодняшний день не имеется. На сегодняшний день вокруг общества с ограниченной ответственностью УК «Центр» сложилась крайне неблагоприятная обстановка, вызванная комментариями лиц, не имеющих объективную информацию о финансово-хозяйственном состоянии предприятия. Призывы не платить управляющей компании «Центр», звучащие с экранов телевизора и других средств массовой информации, приводят к существенному снижению экономических показателей. Согласно требованиям жилищного законодательства, в части обязанности абонентов производить оплату за потребляемые коммунальные услуги считают целесообразным обратить внимание населения города на необходимость исполнения платежной дисциплины. С уважением, Александр Полюткин. Также нам пришел официальный ответ от пресс-секретаря-министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области о состоянии задолженности за газ управляющей компанией «Центр». По состоянию на 13 сентября 2013 года эта задолженность составляет ни много ни мало 93,5 млн. рублей. Странно, но ни городская администрация, никто из очередителей не назвали нам истинную причину накопления таких долгов, не назвали и пути выхода из создавшейся ситуации. Есть только заявление, что виновата население города. Актубинским телевидением также достигнута предварительная договоренность с генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью УК «Центр» Владимиром Малышевым о том, что он в ближайшее время ответит на интересующие весь город вопросы. Следует отметить, что это пока единственный человек, идущий на встречу со СМИ, а значит и с горожанами. Ну а теперь немного о спорте. Завершили соревнования по гандболу среди юниоров. Актубинские спортсмены вели упорную борьбу с сильнейшими противниками. В итоге завоевали пятое место в восьмерке победный кубок у астраханцев. В субботу на крыле Икары состоялось торжественное построение команд участников турнира. Награды и призы гандболистам вручили заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпийских игр Андрей Тюменцев и заслуженный летчик-испытатель, герой России Олег Мутовин. Организаторы спортивного мероприятия за помощь в проведении соревнований выражают благодарность командованию Глица имени Чкалова, генеральному директору ОАО «ЭСИ» взлет Владимиру Сараеву и судейской бригаде под руководством Анатолия Хилова. Это были все новости. Впереди прогноз погоды на завтра. Его представит Татьяна Заяц. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok